У нас выход на улицу уже лапками. Еда постоянно в руке. Через сложные места, как бордюр, например, где она может отвлечься, мы проходим с большим количеством корма. Вот упала одна штучка. Это можно проработать. Мы уже это тренировали, поэтому собака сидит и не подбирает корма, она не хочет его подбирать. Будет машина. Отходим в сторону и тоже предлагаем много корма, потому что машина сложный растрожитель. Она громкая, она еще может рядом приезжать. Наша задача сделать так, чтобы собака не отвлекалась и шла всегда за нашей рукой. Если хорошо получается, вот у меня чандра идет и вообще не отвлекается ни на машину, ни на голубей. Можем немножечко усложнять задачу и на секундочку убирать руку, потому что вот так ходить очень сложно все время. Уберем побольше кормы. Один кусочек скармливаем. Упал. Не подобрала. Отдаем. Села, посмотрела на нас. Пойдем. Мы скармливаем один кусочек. Скармливаем второй. И на третьем, на секундочку поднимаем руку. Собака смотрела на нас. Ей было с нами интересно, здорово. Поэтому мы ей отдадим кусочек. Главное успеть до того момента, как собака отвлечется. Вот мы уже шажочек прошли. Потом мы два шажочка пройдем за один кусочек. Ай, молодец! Мы супер собака! Супер, молодец! Ай, молодец! Ай, молодец! И нам это нужно для того, чтобы собака не убежала от нас на улице. Не отвлекалась на раздражителя. И всегда была с нами. Внимание собаки на нас будет сконцентрировано. Мы будем уверены, что она никуда не убежит. Ничего с ней не случится. Она никого не отвлечется. Пойдем, пойдем, пойдем. Чего она правит? У нас заканчивается еда, поэтому мы уже разворачиваемся, чтобы дойти до дома с едой. И она не закончилась у нас на улице. Часай, молодец! Видит машина. Много еды. Вот у нас полкорм. Если собака еще корм подбирает, вы закрываете его ногой и снова открываете, когда собака садится. Вот чандры уже все равно. Если натренировать собаку, она вообще ничего никогда не подберет на улице. Молодец! Умница Чандра! Пойдем? Чандра! Чандра! Умница, пойдем! У собаки очень сильная пищевая мотивация. Она очень хочет есть, потому что мы едим только на улице. И она знает, что если на улице она будет отказываться от еды, дома она ее не получит. Ай, умница! Мы гуляем очень немного, за одну порцию. Мы проходим минут семь. Но это лучше, чем ходить час. И собака будет отвлекаться, не раздражить, не убегать. Бордюр сложное место. Собака может отвлечься, даем много еды. Проходим. Если собака отвлекается и так, можно встать перед ней. Упростить ей задачу, это будет проще. Вот Чандра уже хорошо залазит. Идем, 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 идем. Проходят люди, соседи. На них она тоже не должна отвлекаться. По лестнице мы пока не поднимаемся в подъезд. Собаку заношу на ручку. Ай, молодец! Оставляю немного корма на всякий случай. Потому что мы еще кормим собаку в лифте. Собака не должна бояться громких звуков лифтов, закрывание и открывание дверей. В лифте тоже нужно есть и не отвлекаться на звуки. Можно поставить собаку лапками в лифт. Она не должна нюхать, смотрит на нас. Поощряем. В лифте очень много запахов. Тут ездят другие люди, другие собаки. Села, накормили. Собаку взяли. Скоро выходить. И так собака у нас хорошо будет себя вести и на улице, и в подъезде, и при выходе из дома. И когда заходит домой. Давай! Все готово. Продолжение следует...